Урожай онлайн 2017, экспорт сахара, сотрудничество государственного и частного стивидуальных предприятий. Об этом и не только смотрите в сегодняшнем выпуске. С вами новости агробизнеса и я их ведущая Татьяна Шапира. Украинские аграрии обмолотили 85% площадей под ранними зерновыми. Об этом свидетельствуют данные проекта Урожай онлайн 2017. Урожай ранних зерновых и зернобобовых на 4 августа текущего года составил более 30 миллионов тонн. Пшеница убрана с площади 5,5 миллионов гектар, ячменя намолочена почти 7,5 миллионов тонн. Продолжается убор коржи, овса, гороха и рапса. Самые высокие показатели урожайности ранних зерновых и зернобобовых зафиксированы в Хмельницкой, Ивано-Франковской, Львовской, Черновицкой, Винницкой и Тернопольской областях. Украина за сентябрь-июль экспортировала около 750 тысяч тонн сахара. Об этом сообщает Укрцукор. Руководитель аналитического отдела Укрцукора Руслана Бутила отметила. Хотя маркетинговый год еще не закончился, отечественные сахаровары уже увеличили поставки на внешние рынки почти в 6 раз по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. При этом за июль 2017 года было экспортировано более 13 тысяч тонн сахара. Основные поставки осуществлялись в Таджикистан, Азербайджан, Киргизию и Грузию. По словам эксперта, дальнейшие поставки сахара будут незначительными. Мировые цены остаются низкими, а производители активно готовятся к новому сезону. Частный портовый оператор аскетшиппинг и государственное предприятие «Стивидор» Бердянский морской торговый порт впервые провели совместную загрузку судна зерновыми 5 августа. Об этом сообщила пресс-служба аскетшиппинг. По словам владельца компании Дениса Русина, это первый опыт совместной работы государственного и частного предприятия в Украине. Он добавил, руководители и специалисты двух «Стивидорных» компаний разработали и согласовали детальный план совместных действий. Последовательность погрузки судна, маршруты движения грузовых автомобилей и перегрузочной техники учет. Совместная обработка судов с причалов Бердянского порта стала возможной благодаря позиции нового начальника порта, который смог по-новому настроить взаимоотношения портовых операторов разных форм собственности. В эксклюзивном интервью генеральный директор группы компаний ТИС Андрей Ставницер рассказал о главных выводах со второй международной конференции «Грейн-Юкрейн-2017», а также о вызовах, с которыми сталкивается агробизнес в современных условиях. Детали на latifundis.com С вами были новости агробизнеса. Всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин